Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброе здоровьица! В гостях «Целебной кулинарии» у нас сегодня Лена Василек, поэт, композитор и певица. И у нас… Черешня. Черешня. Настал сезон черешни. Ой, какая же она красивая, крупная, вкусная, аппетитная и, наверное, очень полезная. Да, и помимо того, что она полезная, она обладает рядом целебных свойств. Именно об этих целебных свойствах мы сегодня и поговорим, как их лучше использовать. Ну, давай сидим. Давайте попробуем. Сначала посмотрим, что у нас. Сладкая, вкусная, сочная. Раскусим еще разок и посмотрим. Вот, смотри, мы раскусили. Видим с тобой косточку и видим мякоть. Из чего состоит мякоть? Ну, волокна. Правильно, волокна. Сок, естественно. Да и, пожалуй, сахара. Конечно, фруктоза там, да. И т.д. и т.п. Да? Дойдем. И как сюда? Мы ничего не выбрасываем. Что же мы будем делать с косточками? Оказывается, в косточках также содержатся полезные вещества, которые можно использовать. Но, знаете, мы сейчас поговорим. О самой черешне. О самой черешне, да. Вот она, как раз черешня. Можем взять ее в ручку и смотреть. В первую очередь, что делает у нас черешня? Значит, там какой состав ее? Вода есть? Вода структурирована. Значит, она будет прекрасно, опять-таки, очищать наш организм, снабжать водичкой так, как надо. И что она делает? Из-за того, что вода структурирована, из-за того, что вот имеется вот эта вот окрасочка специальная там, это пигменты особые, это черешенька, когда мы ее съедаем, стимулирует деятельность почек, печени и улучшает кровообращение. За счет чего улучшается кровообращение? За счет того, что очищается кровь, сосуды, наверное, да? Что она еще делает? Ну, в первую очередь, кровь у нас имеет свою вязкость. Конечно. И как только мы съедаем нечто менее вязкое, то наша кровь... Разжижается. Правильно! Наша кровь разжижается, а раз она более разжижена, она течет. Значит, она быстрее и свободнее продвигается по сосудам. Отлично, она свободнее продвигается по сосудикам, по самым маленьким капиллярчикам. Старжая кровью весь организм. Да, донося питательные вещества. Если у вас смезли там пальчики, то теперь они перестанут особо мёрзнуть. Тогда нужно просто кушать черешню. Кеннадий Петрович, а правда я слышала, что если съедать по утрам горсть черешни, это даже будет способствовать профилактике раковых заболеваний. Рак, оказывается, он не любит красного цвета. Рак это по большей степени не что-то такое чёрное образование. И оказывается, там, где имеется красный цвет, уже за счёт энергетики красного цвета, идут вот такие процессы, которые, как бы сказать, его угнетают, подавляют. И хорошая профилактика от разного рода действительно таких заболеваний. А какая лучше черешня? Жёлтая или вот такая тёмная красная? А вот вы знаете, конечно, лучше всего будет она тёмно-красная. Почему? Потому что здесь больше пигментов. Мне тоже так кажется. Потому что что делают пигменты? Пигменты очищают наш организм. То есть они пошли в желудочно-кишечный тракт, представляю, всосались, вернее, попали, начинает всасываться вот эта вся водичка. Водичка куда идёт первым делом? Ну-ка? Ну, а в кровь первым делом. Первым делом она идёт в желудок. Потом она уже фильтрует печень, да, её. Вот смотрите, что получается. Первым делом действительно черешня попадает в желудочек. В желудке уже начинается кое-какое всасывание. Но далее она в 12-перстную пишку. Сразу, потому что фрукты, мне кажется, они уже очень быстро попадают в кишечник. И идёт всасывание через стенку тонкого кишечника, вот этой всей воды, вот этих пигментов, всего, что в ней там находится. И она поступает в кровь. И от крови, вернее, вся кровь от желудочно-кишечного тракта, она поступает в печёночку. И как только она начинает поступать в печёночку, значит, там всё, что застоялось, всё, что залипло уже, мы знаем, начинает растворяться. То есть нам надо дать растворитель. Прекрасный растворитель. А оказывается, да, вот можно, знаете, использовать и, ну, знаете, капельницы там ставят в больнице и прочее-прочее. А мы с вами можем использовать великолепный растворитель в виде черешни. Мне кажется, вообще, всё, что окрашено в такой тёмный цвет, вот свёкла, допустим, да, там же тоже очень много пигмента. Да, они являются растворителями, да, хорошими. И более того, как и в свёкле, вот хорошо ты напомнила, так и в черешеньке находится, находится железо. Железо биологически активное. Ещё, знаете, я вот когда читал Вангу, она сказала, рак будет побеждён железом. Значит, а железо, ну, в смысле не таким железом, как там. Ну понятно, микроэлементом. А именно, да, микроэлементом, а где оно содержится? Оказывается, оно содержится и в черешне, и в свёкле, ну, там даже и в клубнике тоже. И если у человека мало крови, то можно использовать черешню для того, чтобы с её помощью, значит, от него избавиться. Где-то по стаканчику надо съедать каждый день для этого. С утра лучше, правда же? В лечебном применении лучше всего всё съедать с утра, как один приём пищи, ничем не смешивая. Далее, значит, люди, страдающие гипертонией, также могут использовать черешеньку. Неужели снижает давление? Снижает давление, значит, для этого надо съедать от 250 до 600 грамм. С утра? Лучше всего, да, тёмно-красной. Игорь Петрович, я вот заранее уже готовлю, мне кажется, что у вас есть какой-то рецепт салата наверняка, да? Правильно, а то у нас будет ещё и рецепт салата. А почему она снижает давление? Не знаю. Наверное, потому что сосуды, кровь лучше циркулирует по организму. И, соответственно, нет тромбов, нет закупорок в сосудах, и человек лучше себя чувствует, и обмен веществ налаживается. Как только мы с вами съедаем черешню, кровь становится менее вязкая, её легче толкать по кровеносным сосудам. И сразу же снижается... Такое вкусное лекарство. Вот, именно, противепротеини. Более того, в ней содержатся также такие вещества, которые делают стеночку нашего сосуда менее жёсткой. Сама понимаешь, есть сосуды с жёсткой стенкой. Эластичными, да, наверное, делают сосуды? Да, да, да. Если мы едим в основном варёную пищу, у нас сосуды черствуют, и они, знаете, как не расширяются и не сужаются. И поэтому... Ломкими делают. И поэтому, да, сердцу надо затрачивать больше энергии, создавать больше давления, чтобы всё это прокачивать, и они могут лопнуть. С ума сойти. Вот это да. Так, с ума сойти. Так лучше кушайте для профилактики черешню. Да, потому что инсульт или инфарк. Ни в коем случае. Поэтому это великолепная профилактика, а вот ещё вот этим вот серьёзным заболеванием. Просто кушать черешню. Настал сезон черешни. Вот она целебная кулинария. Вот, да. Вот она так вот действует. У нас откладываются в организме, в основном в суставах, различные соли. И возникает артрит, ревматизм, подагра и так далее, и тому подобное. Это о чём говорит? О том, что мы едим в основном много белковой пищи. Варёной пищи. Белковой, варёной пищи. Рафинированной. Рафинированной. Очень важно понимать, а как она вот действует. Почему именно варёная, рафинированная пища откладывается в нашем организме. Теперь представляем. Берём сырое яйцо. Так. Сырое яйцо. Что там? И белок, и желток там. Все они жидкие. Да. Да. Как только произошла варка, всё это свернулось. Так вот так же. Всё это происходит. Вот сворачивание вот этих вот биологических веществ в тех же овощах, в той же картошке, в том же мясе и так далее, и так далее. И свёрнутое это вещество. И усложнее переварить. Оно становится менее доступного для нашего организма. И витаминов, наверное, меньше из него получается. То есть, витамины, естественно, разрушаются. И те вещества, которые были в таком состоянии нормального свойства, они выпадают в вас сами. И они всасываются в кровь, всасываясь в кровь, они движутся, естественно, в крови. И там, где наиболее меньший поток крови, а это где? В основном в суставах. Ну да, в суставах, конечно. Ну вот. Там, где угол. Там, где угол, и смотри, вот ты стоишь. На чём ты стоишь? Ты стоишь на ножках. Да. То есть, под действием силы тяжести, кристаллы, мочевой кислоты, куда стремятся? В отёки наших ног, куда же они сейчас стремятся? Они стремятся туда, вниз. Взявят наши ноги некрасивыми. Растут шишки. Да, да, да. И вены напрягаются, правильно? Варикоз, гипертония. Кровь становится не просто текучая, но она становится ещё более такая щелочная, которая способствует трансформированию различных кислых образований в организме человека. И на стенках сосудов. И там, где отложились в суставах вот эти различные соли. Они начинают растворяться и выводиться. Сердце иногда бывает напичкано кристаллами мочевой кислоты. Как только мы начинаем кушать, вот эти кристаллчики начинают растворяться и наше сердце работает лучше. Поэтому очень хорошо съедать по стаканчику для профилактики вот этих всех отложений солей. Правда? Не-не-не. Хотя по стаканчику? По стаканчику, да. По стаканчику. Потому что должна быть довольно-таки большая доза всего этого, чтобы она там и кровь делась более жидкой, и эти все вещества поступили. Если мы мало будем съедать, то эффект будет маленький. Слушай, а ещё знаешь, вот как раз мы с тобой почему-то не выбрасываем вот эти вот различные тут плодоножки. Веточки и так далее. Веточки, оказывается, если их отварить, здесь же тоже содержится минеральное вещество. Тоже чай можно из них навыкнуть. Правильно. Оказывается, смотри, вот если мы берём черешню, она мягенькая. Так. Раз она мягенькая, тут минеральных веществ не так много. Минеральное вещество, где он в основном откладывается? В костях, а здесь в веточках. Прекрасно. Поэтому, когда мы с вами берём вот эти вот веточки и завариваем с них чайок. И, кстати, мы сейчас и завариваем. Прекрасно, давайте. Много не надо примерно. А какими свойствами будет обладать этот чай? Вот, оказывается, этот чай также будет растворять различные соли в нашем организме. Вот, и способствует тому, что организм начнёт очищаться от солей. Более того, очень полезен такой чай и для наших почек. Смотрите, у природы практически нет отходов. Всё идёт на оздоровление человеческого организма. Всё можно использовать, использовать для дела. Поэтому, смотрите, мы залили, и пусть теперь постоится. А мы посмотрим, настоится. Здесь надо настаивать подольше. Почему? Потому что всё-таки это более плотное образование. Поэтому это всё лучше всего делать в термосе, со стеклянной кубой. Заливаем и настаивается всё это ночь. Можно даже это отварить, но я не сторонник того, чтобы отваривать. Пускай это всё настаивается. И в день пьём по пол-литра этого отвара. Естественно, за раз стаканчик. Один стаканчик, другой. Можно туда, смотрите, добавить ещё что? Метка, чтобы было вкусно. Появляется некая горчинка такая. Эта горчинка как раз способствует тому, что... Своебразный запах. Да, своеобразный запах. Что она способствует тому, что раздворяет различные отложения, которые имеются в организме и улучшает циркуляторный процесс. Плоды черешни содержат нежную клетчатку. И вот как раз вот эта клетчатка будет способствовать тому, что стимулирует работу нашего кишечника. А мы уже знаем, что всё начинается от того, как... Кишечник. Как очищен кишечник. Как только кишечник останавливается, у нас возникает ровное количество проблем. И, кстати, с помощью черешни, она же нежненькая такая, можно лечить колит. То есть воспаление толстого кишечника. Вот как раз она идёт. Что здесь ещё содержится? Здесь содержится ещё каротин. Каротин превращается в витамин А. А витамин А – это основное средство для лечения слизистых оболочек. Если мы с вами будем есть черешеньку примерно по горсточке в день, то это улучшит нашу перистальтику и заработает наш кишечник. Потому что все вот думают, а почему он плохо работает? А ты дал ему то, что надо, чтобы он хорошо работал. И как раз черешенька будет давать то, что надо для нашего организма. Георгия Петрович, а вот у меня такой есть вопрос. Но если есть фрукты, в частности черешню, после еды, она ведь не принесёт такой пользы, а скорее наоборот может принести вред. А потому что это секрет раздельного питания. И потому что когда черешня, она переваривается в тонком кишечнике. А та пища, которую мы принимаем перед ней, она переваривается в желудке. А черешня, она стремится добраться до своего тонкого кишечника и происходит брожение. Потому что она кислая и мы практически загубим весь обед. Поэтому черешню, все фрукты, соки нужно принимать до еды, чтобы они легко усваивались. Хотя бы, если у вас совсем нет времени, ну хотя бы минут за 20 до еды. Правильно? Да. И смотрите, что ещё. Благодаря тому, что в черешне содержится мало органических кислот, она не вызывает изжогу. А вот если мы съедим вишню кисленькую, где этих кислот фруктовых много, то и оскумина на зубках будет, и изжога может возникать. И поэтому, если имеются там какие-то предпосылки, ну там язвы желудка или 12-спешной кишки, то мы можем с успехом есть черешню и оздоравливаться. Предпочесть её вишню, да? Да. Предпочесть более кислым фруктам. Правильно, правильно, да. А теперь смотрите, как раз Леночка очистила нам для салатика от косточек черешеньку. Что же мы туда положим, Геннадий Петрович? И мы действительно можем положить кусок мяса. Нет, не кусок мяса мы сюда положим. Лучше всего оно будет сочетаться с листовыми овощами. Поэтому мы с вами возьмём листовые овощи. А лучше всего это у нас как раз будет какой-нибудь салат. Вот у нас такой салат. Меленько его порежем, так вот не спеша, порезали. Есть у нас салатик, Леночка. Добавляем его сюда. Давайте. Нормально, сейчас разрежем. Теперь мы с вами возьмём сырок моцарелла, нарежем его. Это такой более такой плотненький. Такой модный салат у нас получается. Да-да-да-да-да. Моцарелла это же такой свежий итальянский сыр, да? Да. Без каких-либо добавок, примесей. То, что надо. То, что нужно нам. Режем его на кубики. Вот. Порезали на кубики. И добавляем в салатик? И добавляем в салатик. Вот у нас получится, если вам надо более какой-то плотный завтрак. Но в то же время, чтобы он хорошо, легко переварился. Вот такой салатик мы с вами можем сделать. Держу прекрасно. Добавляем его сюда. Опять же цвет. Я так люблю сочетание цвета. Я думаю, что даже если подавать на стол, то не нужно даже перемешивать. Потом каждый перемешает так, как он хочет. Ещё знаешь, какой секрет? Добавить специальный соус. Маслица раз. Столу ложку больше не надо. Теперь возьмём мёд. А масло можно с мёдом? А вот сейчас посмотришь, какой он получится. Да? И сюда ещё добавим... Добавим. Ой. Нравится? Да. Вкусно. Я тебе оставлю потом мёдочек. И добавим в столовую ложечку ещё... Лимонного сока. Лимонного сока. Вот у нас получилось... Мёд с лимонным соком, прекрасно. Такая заправочка особая. Столу ложечку. Теперь всё это мы... Дайте тоже вилочкой перемешать. Давай. Перемешиваем. Майонезик такой без яичка. Да-да-да. Без яичка. Действительно. Он очень хорошо подходит для листовых овощей. Овощных салатов, таких как с капустой или ещё чего-нибудь там такого. Перемешаем. Перемешиваем. И попробуй. И скажи своё мнение. Игнает Петрович, ну ведь кто-то сейчас сюда же добавит соли. А вот соли сюда не надо. Прям по рукам. По рукам надо бить. Соли сюда не надо. Если вы будете добавлять сюда соли, то этот салат уже будет задерживать... Он потеряет все свои полезные свойства. И приятного аппетита. М-м-м. М-м-м. Чудесно. Очень вкусно. Вообще, Геннадий Петрович, ваши салаты, они какие-то божественные. Вот всё, что вы обычно, какие ингредиенты вы используете для салатов, у меня такое ощущение, что они всегда прекрасно сочетаются. И по вкусу, и по цвету, и по полезности продуктов. Это очень важно, потому что сейчас модно делать различные салаты и совмещать несовмещаемое. Может быть, это и вкусно, может быть, это и красиво, но это для организма не несёт никакой пользы. А такой салат будет укреплять наше здоровье. Он лёгкий, приятный, невероятно полезный и способствует тому, что, о чём мы говорили, он вас ещё исцеляет от различных заболеваний. И улучшает работу сердца, и рассасывает там различные отложения солей, снижает гипертонию и даёт красоту и здоровье. И хорошее настроение. Да. Доброго вам здоровья, до новых встреч. Спасибо. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok